Ни жара, ни мороз, ни помеха мотокроссу. Летом бороздят барханы песка и пыли, зимой разносят снежные сугробы. На этот раз на трассе Кировского округа Омска, что областного экспоцентра в Гочике в погоне за победой во втором этапе лично командного чемпионата и первенства региона. Всего их 10. Мотокросс очень принял большое развитие после того, как мы включили его в праздники Севера и Королевы Спорта. Сегодня в каждом районе, в 32 районах у нас есть мотоциклетные трассы. Занимаются очень серьезно, порядка 17-18 районов. Поэтому 10 этапов мы сделали в тех районах, где культивируется это вид спорта, где есть трассы, соответствующие российским стандартам. У нас сегодня есть Кормиловка, Калачинск, Азова. Построили трассы просто российского уровня, куда приезжают спортсмены с России. Скорости запредельные. Трасса непростая. Но это и подстегивает многих любителей полихачить на спортивном мотоцикле. К таковым относится и 65-летний Анатолий Шиндяпин. Пришел в мотокросс из водномоторного спорта. В каком году, сейчас уже и не припомнит. Все это время гоняется на своем стареньком Чизете. Это мой второй любимый вид спорта. И зимой я с удовольствием, даже вместе с молодежью, тренируюсь и по свою физическую форму поддерживаю. На смену опытным молодые. И не беда, что глаз из-под козырька не видно. Главное – водить мотоцикл по заснеженной, а порой обледеневшей трассе мальчишки уже научились. А тебе что в этом виде спорта нравится? Мотоциклы. Мотоциклы? Да. Удавалось первым к финишу приходить? Нет. Еще ни разу? Еще ни разу. Ну а ты как думаешь, что нужно, чтобы побеждать в гонке? Надо газу давать. Поддержать мотокроссменов пришла внушительная армия поклонников. Даже 30-ти градусный мороз не испугал болельщиков. Приехали из Калачинска. Болеем ужасно, переживаем. Конечно, нет никаких даже одни только эмоции. На трассе гонщики из Омской области, представители областного центра, из детско-юношеской спортивной школы, а также Азовского, Кормиловского, Таврического, Называевского, Тюкалинского, Конешниковского, Москалинского и других районов. Всего порядка 60 спортсменов. Соперничество вели в семи классах. Мотоциклы с объемом двигателя от 50 до 500 кубических сантиметров, а еще мотоциклы с колясками. Класс колясок будет. У нас в городе Омске есть экипаж, который на чемпионате России занимает второе место. Так что единственное, что посмотреть. Несколько часов экстрима и вот они победители. Первое место в командном первенстве занял экипаж Омского района. Второе у Азовчан, а бронзу завоевали омичи. Наши поздравления.